Пожалуй, нет такого человека, который не знал бы озеро Байкал. Зимой и летом, а нет разных цветов. Обычно мы говорим, что стоит побывать хотя бы раз, но здесь одного раза будет мало. Стоит съездить на Байкал как летом, так и зимой. Абсолютно разные миры. И сегодня мы вам про них расскажем. У микрофона Рэй. Всем Гик Роджерс. Поехали! Кстати, Диктор тоже есть в социальных сетях. Подписывайся или пиши сразу в личку. Диктор очень дружелюбный зверек и всегда может помочь с озвучкой чего-либо. Ссылка в описании. Помимо уже известной информации, что это озеро самое глубокое хранилище пресной воды, хотелось бы отметить еще несколько интересных фактов. Например, прогуляться пешком с одного конца берега на другой не выйдет. Ведь длина береговой линии превышает 2000 километров. Ну и, конечно же, здесь обитает много уникальных животных. Но обо всем по порядку. Начнем с самого простого на первый взгляд. Лед. Казалось бы, ничего интересного. Но о байкальских льдах слагают песни. А в древние времена ходили интересные легенды. Говорят, в хорошую погоду, зимой, можно увидеть свое отражение в стеклянно чистых льдах. Напишите в комментариях, если проверяли эту легенду. Местные пейзажи взрывают своей красотой как вживую, так и на фото. А вот местная достопримечательность. Байкальский тюлень. Питаются тюлени в основном ночью. Заблудившимися во льдах туристами, естественно. Рыба есть, а если найду? Несмотря на свои внушительные размеры, байкальские тюлени могут погружаться в воду до 500 метров и оставаться там в течении часа. Впрочем, я тоже так могу. Могу, но не хочу. Летом же вселенная Байкала меняется в корне. Ослепительные рассветы и закаты. Ими можно любоваться часами и днями напролет. Не зря у многих людей самое любимое время года – лето. Все цветет и пахнет. Природа пестрит красками и щедро одаряет нас своими плодами. Просыпается растительность. Греются на солнышке животные. Подставляют лучам свои великие бока, живописные горные хребты и синие волны. Байкал, полный манящих загадок, вновь манит искателей летних приключений и экстремальной рыбалки. На Байкале расположено величайшее количество разнообразных мысов. Путешественники привозят много уникальных фотографий, которые показывают нам неповторимые красоты байкальской природы. Байкал не просто так называют матерью русских рек. В озеро Байкал впадают целых 336 рек, а вытекает всего лишь одна – ангара. Если бы озеро вдруг перестало бы подпитываться водой из рек, если озеро вдруг перестало бы подпитываться водой от рек, а ангара продолжала бы течь, то потребовалось бы примерно 400 лет, чтобы вся вода ушла из озера. И на этом наше видео, к сожалению, подходит к концу. Но в будущем мы это обязательно исправим. И на этом, к сожалению, наше видео подходит к концу. Коротко, но со вкусом. К несчастью, мощность компьютера нашего автора не позволяет делать для вас большие видео. Но в будущем мы это обязательно исправим. К слову, ваших рисунков скопилось так много, что мы решили начать показывать их в новых видео. Автор канала коллекционирует ваши работы на наших конкурсах. Спасибо вам за активное участие. Вечно с вами команда Мистер Гик Роджерс. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok